С 1 сентября 2024 года на школьных уроках запрещено использовать мобильные телефоны. Исключением может стать лишь экстренная ситуация. При этом школьникам не запрещено использовать смартфоны во внеурочное время. Согласны ли с этим решением севастопольцы? Давайте узнаем прямо сейчас. Сейчас в школах официально ввели запрет на мобильные телефоны. Что вы об этом думаете? Правильно ли это сделали? Абсолютно правильно сделали, потому что мобильные телефоны, они просто отвлекают учащихся от учебного процесса. Для того, чтобы общаться, они приходят в школу. У них есть круг общения с теми людьми, с которыми они общаются по телефону, они могут общаться и после школы. Ну, наверное, справедливо, чтобы это не отвлекать от занятий, это вполне. Еще бы калькуляторы запретили, чтобы в голове умножили и делили. Так что это положительно. Считаю, что правильно, потому что знаю, насколько хорошо списывают. Я сама тоже списывала. Все эти готовые домашние задания, решебы, это, конечно же, не самое лучшее, что можно придумать для образования. Хотя, например, если во время урока истории учитель скажет, посмотрите сами, например, кто такой тот же Ушаков, то, наверное, будет полезно, если они сами ведут и сами прочитают. То есть, ну, досмотря в каких целях. Для списывания? Нет. Для развития? Да. Мне кажется, нет, потому что много сейчас опасностей, и детям нужна какая-то связь с родителями. То есть, все-таки в наше время пока не стоит ограничить? Телефонов сейчас невозможно как детям, так и взрослым. Много родителей переживают за своих детей, им надо иметь связь со своими детьми. И как бы, если бы я была мама, я бы своему ребенку постоянно звонила. Во-первых, самый основной фактор – это то, что детей не отвлекает во время учебы. Сейчас ввели запрет на телефоны на уроках. Как считаете, правильно ли это закон? Ну, я считаю, что в школе учиться надо не болтать по телефону. Они же там не учебой занимаются, а по телефону. Поэтому я так думаю, что это правильно. Надо бы пришел на работу, в смысле на учебу, да, сдал телефон, потом ушел с учебы, забрал телефон. Я думаю, что это правильное решение, потому что у детей и так сейчас в настоящее время нехватка усидчивости и дополнительный отвлекающий фактор в виде телефона очень вредит обучению и мешает учителю.